Региональный чемпионат Junior Skills стартовал сегодня в столице Чувашии. На чемпионат прошли около 100 школьников от 10 до 17 лет. В ближайшие три дня юные профессионалы будут создавать роботов, проводить лабораторные химические анализы, заниматься аэрокосмической инженерией. По аналогии с чемпионатом Junior Skills впервые организовали фестиваль компетенций Kinder Skills. Kinder Skills это площадка для знакомства у нас с детей с разными профессиями. А вы в детстве кем хотели стать? Стендап специально для национального телевидения с логотипом на микрофоне, а затем уже со своим привычным. Шестилетняя Софья Герасимова продолжает снимать спецреп о Kinder Skill. Отснятый материал на монтаж, другие участники площадки мультимедийной журналистики пишут заметки, создают видеоролики. Вместе с детьми технику осваивают и родители. У юных инженеров рабочие инструменты другие – ножницы, бумага, клей и схема корабля. И я делаю еще второй парус. Он делает парус. Мы пока собираем корпус. Сейчас он немножко подсыпает. Папа, ширину какой надо сделать? Сын у меня пытается паруса делать. Вот так? Вот такую ширину? Я вот наклеиваю настройку полудную. Да, вот такую ширину сделай. Высоту? Высоту. Вот такую. У начинающих дизайнеров основные материалы те же, что и у инженеров. Шаблон новогодней подарочной шкатулки у всех один. А вот дизайн на усмотрение творческой семейной группы. За ними наблюдают эксперты, оценивают и работу в команде, и аккуратность, и даже организацию рабочего пространства. Этот конкурс направлен на выявление талантливых детей и их родителей. И очень отрадно, что именно задействованы семейные команды, так как они поддерживают друг друга, помогают друг другу и стремятся к победе. Экспериментальная площадка «Киндер Скилл». В рамках третьего регионального чемпионата «Джуниор Скилл» сработала всего один день. А вот юниоры-профессионалы получили задание на несколько дней и находятся в процессе сборки и первых тестовых запусков. Это робот-сортировщик. Он должен определить цвет кубика и отвести в определенную базу. У нас небольшая ошибка в конструкции была. Сейчас мы ее постараемся исправить. Роботов-сортировщиков собирают из готовых деталей и затем программируют. На площадке прототипирование, исходные данные, чертежи и 3D-принтер. По итогам соревнований у ребят должна получиться действующая модель арбалета. После того они должны выполнить еще его тестирование. То есть проверить его на работоспособность и с пяти попыток попытаться сбить мишень. Соответственно, модель всегда у нас действующая. В прошлом году была инерционная машина, которая заводилась и ездила. В этом году это стреляющий арбалет. В качестве стрел, соответственно, используются стержни от пасты обычные. Контрольные тесты, запуски, заезды пройдут 6 декабря. Тогда же станут известны имена победителей, которые примут участие в федеральных соревнованиях. К слову, конкуренция серьезнейшая. Все эти ребята – победители и призеры сетевых отборочных конкурсов. Ирина Волкова, Софья Герасимова, Валерий Резюков, Республика.